Доброе утро всем! Сегодня приглашаю вас провести день с нами, потому что сегодня мы не копаем картошку, так как сегодня религиозный праздник. И мы вынуждены отдыхать, понимаете, слово вынуждены. Так что, окей, поехали! Так, кто любит какой чай? У нас все любят травяной чай. Смотрите, там липа, зверобой, мята, также смородину положила сушеную. Вот такой чай мы любим пить, чем черный, ну, либо зеленый. Я пью еще и зеленый, родители тоже в последнее время стали пить зеленый. А так мы пьем вот такой травяной чай, и это лучше всего, и полезнее, чем просто черный. Вот так накрываем какой-нибудь полотенечком, и все, пускай наша трава заваривается. Вау, это надо видеть. Было солнце, солнце, солнце. И смотрите, какая туча буквально вот. Слушайте, небольшая тучка. Почти весь урожай уже убрали. Сейчас, знаете, какой запах? На улице очень тепло, и вот прошелся такой мелкий-мелкий дождик, и запах такой теплой пыли и сухого сена. Немножко яблок и диких синих слив. Классный аромат. Главное, что не забываем. И наконец-то очередная, что-то кура там раскричалась. В общем, всякие тут птички. Там кура, тут шмель. С каждой стороны какие-то особенные звуки. Взяла книжку. Где-то дождик. Главное, камера под зонтом. А я... Так, сейчас, ребят, извините за такую долгую паузу. Я ищу то стихотворение, которое я вам обещала давным-давно. Но если кто-то смотрит мои влоги, то вы должны помнить, что я обещала вам когда-то стихотворение почитать, которое трогает до глубины души, особенно тех людей, которые уехали, которые не живут дома. Ну, в принципе, как у меня сейчас, так как я еще... Папа выглядывает. Как я еще в деревне. И часто я встречаюсь, естественно, с людьми, которые меня знают, которых знаю я, то есть с моими однозначными чанами. И все из них спрашивают, ну как тебе там... Ти ты скучаешь, Ти тебе хочется до хаты, все-таки же это чужина. То есть часто вот такие вопросы. И я не знаю, что они хотят услышать. Мне иногда даже как-то не совсем комфортно отвечать, что в принципе я не скучаю, что я... Ну, у меня нет такой, знаете, какой-то ностальгии, какой-то депрессивных таких каких-то настроений, что вот я далеко от дома. У меня такого нет. Может оно появится? Не знаю. Как бы уже пять лет я живу далеко. И вот у меня пока еще таких чувств не было. Потому что мы с родителями постоянно на связи. Вот сейчас я насладилась практически полностью пребыванием здесь у себя на родине. И, конечно, там скучаешь. Ну, скучаешь по детству. Вы понимаете? То есть жила бы я в Минске, как я жила с 17 лет до 30 лет. Практически в Минске. Это тоже далеко. И с родителями я не виделась по месяцу. Иногда два месяца не получалось приехать. И никакого скайпа у родителей на тот момент не было. То есть они, естественно, были дома. Мы перезванивались по телефону каждый день. Стабильно я звонила. Мы могли общаться по несколько часов с мамой, с папой. Это как бы да. Но здесь я живу в Турции. И мы видимся круглые сутки. Так, что там вообще? Смотрите, звуки, конечно же, наш сосед. Это вообще просто счастье небывалое. Если вы хотите поработать в огороде в какой-то тишине, то вам этого не видать. Потому что у нашего соседа здесь целый завод. И он оглушает. И реально. Так вот, по поводу того, что я не скучаю, когда я живу в Турции. У меня все окей. Я скучаю по некоторым моментам. Но я приезжаю, я ими наслаждаюсь. Поэтому я не чувствую ничего такого. Какого-то, не знаю, там, тоски, нудьи, как наши говорят, и прочее. Треба дома бывать частей. Треба дома бывать частей. Треба дома бывать не гостем. Как душою не очерстветь, как не стратить святое штость. Не забыть, як подвялый аер на помытой подлозе пахне, Яку студню цыбатый асвер, запуская руку да пахе. Не забыть стежки той, что тебе на дорогу выводила с дому, Что у хате там был рубель, у цане и по курсу старому. Не забыть, як морозом злым, клямка пальцы пяче болюча, И откуль на столе твоим бохан свежая хлеба пахуча. Помнить свой наиржичный тень. Не забыть, як зовут суседа. Не забыть, як пяе паддень за веселым столом беседа. Треба дома бывать частей. Треба дома бывать не гостем. Каб душею ты стал чистей. И не стратил святое штости. Кстати, да, у нас еще полным ходом лупника. Реально, можно ведро насобирать. Смотрите, сколько ее. Она везде. И смотрите, какая туча. Просто кошмар. Вам не видно. Она другого цвета через камеру. А так она такая черная буквально. Да, Паша? Черная туча. Мама, где-то и пакет тут. Хорошо, смотри. Вот. Остались баклажанчики. Кстати, скоро будет новый такой простой-простой быстрый рецепт на канале Вкусный ТВ с баклажанами. Так что не пропустите. Мам. Да, Паша. Вот так вот. Мама, и что тут? Смотрите, какой красивый гладиолус лимонный. Супер красота. Это хоть и на белорусском языке, но я надеюсь, что большинство из вас смогли понять. Вау. У-у-у. Сейчас яблоком по мозгам я чувствую. Красота, ребятки. Красота. Вот это почти настоящая осень. И я знаю, что многих из вас интересует такой вопрос, что происходит в нашей семье, в нашей турецкой семье. Вы часто задаете вопросы, переживаете, волнуетесь за нас с Пашкой. Что у нас произошло, развод ли это, мы сюда уехали насовсем, Пашка больше не будет со своим папой видеться, вообще остается ли Пашка со мной. То есть вот такие прям вопросы. И причем это не только те, кто меня смотрит, но и это также те люди, которые меня знают лично. И они тоже, они не задают напрямую такого вопроса, но они вот как-то, что-то ты засиделась уже. Так вот, ребят. Изначально каникулы наши планировались на три месяца. То есть как бы мы сразу планировали приблизительно три месяца, но потом получилось так, что еще надо было помочь родителям картошку выкопать. И в принципе муж сказал, окей, я все понимаю. Несмотря на то, что я дико скучаю и прям умираю уже там от тоски. Хорошо, оставайся еще. Помоги родителям, потому что действительно долго их я не видела до родов. Павлика, точнее пока Пашка родился. Поэтому мы решили восполнить вот эти пробелы и побыть с родителями максимум побольше, чем возможно. Вот. И сейчас еще у меня есть кое-какие вопросы, которые я должна решить. И это в Минске в основном. Поэтому я сейчас буду несколько раз туда-сюда кататься в Минск. И уже после решения всех и закрытия всех вопросов, которые у меня были, мы спокойной душой поедем к себе, к папе, к мужу любимому. Вот. Все у нас прекрасно, все у нас хорошо. И муж отпустил. Вы часто спрашиваете, как же он там, наверное, у него есть другая женщина и прочее. Ну, ребят, глупость не надо писать и говорить. И опять-таки я скажу, что никто ни от чего не застрахован, не защищен и прочее. Но у нас все хорошо. В нашей семье лад, гармония, любовь и понимание. Поэтому спасибо вам огромное за ваше волнение, за переживание за нас. Все ли у нас хорошо, у нас все прекрасно, все замечательно. И я так думаю, что даже все, что не делается, все делается к лучшему. То, что наши каникулы задержались, это для Пашки еще лучше, потому что он вообще замечательно разговаривает уже на русском языке. И я больше чем уверена, что он у него уже закрепился. То есть по приезду в Турцию он не сможет его забыть. Ну, по крайней мере, я так буду стараться, чтобы этого не произошло. Вот. Нежели мы были бы здесь месяц, либо два, он бы просто поговорил, поговорил. И я думаю, что он у него еще не засел бы так хорошо, как сейчас. Вот. Так что все окей, все замечательно. Мы тоже скучаем по папе, мы каждый день общаемся в скайпе. Каждый день переписки по телефону, смски, звонки и прочее. То есть у нас поддерживается связь, все у нас в прекрасных отношениях. То есть вообще нет никаких проблем. Я уже даже мужу своему говорила по поводу того, что мои деревенские люди уже явно говорят о том, что ну все, уже, уже, мабыть, кину. Побыла, пожила там и уже приехала. Ну так и есть, я знаю. Это нормально, потому что действительно каникулы длинные. Но все прекрасно, никто никого не бросал, у нас все хорошо. Так что да, спасибо за ваши переживания. Все окей. Вот. И, наверное, на этом пока что все. Такой коротенький влог, а может он и не коротенький, посмотрим. Так что спасибо еще раз за ваше внимание, за то, что вы смотрите наш канал. Обязательно подписывайтесь на этот новый канал, потому что здесь уже будут все влоги о жизни. И да, добро пожаловать. И надеюсь, что вам будет он нравиться точно так же, как и о рецептах. Все, на этом я заканчиваю. Все, всего хорошего. Люблю вас, спасибо, что вы со мной. Пока. И получается у меня закончить влог. И что еще хотел сказать, я желаю всем, кто живет далеко, так будет ветер, наверное, чтобы у каждого из вас была такая возможность ездить домой почаще и побыть дома долго, чтобы не было такого, как мне пишут девчонки, что вот мой муж, он мне максимум 2 недели, либо месяц разрешает побыть, как тебе везет, что муж твой соглашается. То есть я желаю вам, чтобы у вас были такие мужья, которые без проблем отпускали вас к вашим родителям. Ой, простите, ребяточки. Это не куда-нибудь на гуле, это к родителям. Самолетик. Я вот как будто ездил. Все, ребята, на этом заканчиваю свой эфир. Желаю вам счастья, гармонии, любви, понимания, верности. И чтобы у вас все было хорошо. Пока. Нормально все. Раз, два, семь. Что ты делаешь? Подождите, у меня одна голова. А ну, ты такая, как гущень где-то такая. Такая ползай, ползай. Страву с тобой. Папа, а ты что засну? Просыпается. Ну, трохи. Все. И даже чуть-чуть я видео поснимала, пока мы тут. Чтобы узнали, да. А то бы осторожились бы. Да. Вот мои любимые два братика, акробатика, моя мамулечка и папулечка, моя любимая семья, вся в сборе. Еее. Треба дома бывать шастей, треба дома бывать не гостям, каб душою не очерстветь, каб не стратить святое штости. Не забыть, як подвялый аер на помытой подлозе пахне, як у студню цыбатый асвер запускае руку до пахи. Не забыть стежки той, что тебе на дорогу выводила с дому, что у хате там был рубель, у цене и по курсу старому. Не забыть, як морозам злым, клямка пальцы пяче балюча, и ад куль на столе твоим, бохан свежага хлеба пахучы. Помнить свой наиржичный тень, не забыть, як завуть суседа, не забыть, як пяе падзень, за веселым столом беседа. Треба дома бывать частей, треба дома бывать не гостям, каб душою ты стал частей, и не стратил святое штости. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»